Началась новая неделя. Чтобы скрасить понедельник, вот вам разбор потрясающей партии Таля. Он играет белыми, побеждает в гамбите Эванса, причем в абсолютно разгромном стиле. Партия, безусловно, заслуживает внимания. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, и это все классика жанра, слон С4, слон С5. Вот здесь, если вы не в курсе, что такое гамбит Эванса, от меня маленькое лирическое отступление. Ход Д3 явно тишайший вариант итальянской партии. Ход С3 играют чаще, он чуть повеселее, это чтобы потом Д4 провести, как-то центр захватить. Ход Б4 здесь самый рискованный, веселый, неоднозначный, потому что можно легко отдать пешку и остаться без всего. Однако, вот, смысл хода Б4 в том, чтобы на взятие черных пойти С3 и потом провести Д4 с темпами. То есть, параллельно нападая на черные фигуры и, собственно, из-за этого не давая им времени развиться. Есть сторонники, есть противники, вы должны знать просто, что такое существует. Черные в партии съели на Б4, белые пошли С3. Справедливости ради замечу, что сейчас чаще всего в таких позициях черные уходят слоном на поле А5. Чтобы после хода Д4 можно было здесь спокойно съесть, и пешка бы на С3 оказалась под связкой. В ответ бы она съесть не могла, но белые тоже не дураки, они рокируют и спустя ход все равно проводят Д4, пусть и с меньшим эффектом. Однако, в партии ушел слон на поле Е7. Поскромнее, поаккуратнее. Черные решили взять пешку и залечь на дно, что, в принципе, сыграло им плохую роль. Потому что адекватная версия ответа на гамбит, это пешку соперника забрать, но ее не пытаться сберечь любой ценой, а просто в нужный момент отдать обратно, чтобы получилась хорошая позиция. Не стоит эту пешку так взять. Все, никому не отдам, буду страдать на двух линиях, но не отдам. Поэтому это ни к чему хорошему не приводит. Д4. В партии, естественно, вот как раз здесь вот самый случай, что если черные знают, как играть, знают, как эту пешку вернуть обратно, они могут получить и неплохую позицию, в общем-то. Сразу скажу, в партии было сыграно Д6. Адекватный ход. Вроде бы очевидный. Напали на пешку, защити пешку. Ну, к плохой позиции приводит. А нужно было. Конь опять. Напали на слона. Хотим заставить белого слона уйти с самой крутой диагонали, откуда он стреляет во всеми. Слон уходит отлично. Черным уже жить стало гораздо проще. Они сразу проводят Д5. Если белые забирают пешку на Е5. Ну, действительно, ее же отдали. Вообще не глядя. Съели слона и все равно провели Д5. Да, пешек поровну. Но у черных вполне адекватная борьба за центр. Преимущество двух слонов. И почти нулевое отставание в развитии. А значит, они выполнили дебютные задачи. Они уравняли. Но во время партии всем, конечно, становится жалко. Как это? Моя пешка. А я ее возьму и отдам бесплатно. Ну, нет. Буду держаться до конца. Д6. Так себе идея. ДЕ. Конь Е5. Конь Е5. ДЕ. Черные упустили из вида одну интересную идею белых. Ну, конечно, ферзь Аш5. Просто вилка. Напали на поле Ф7. Преслонец А4. Напали на поле Е5. Эта идея вообще довольно часто проходит, если черные забывают своего коня рано поставить на Ф6. Кстати, отчасти из таких идей мы говорим. В начале партии займет центр пешками, конями и слонами. То есть, не зря именно такая последовательность. Сначала пешки. Они обеспечивают пространство. Потом кони. Их вывести проще всего. Они сразу начинают атаковать центр. И они мешают фигурам соперника, в частности ферзя, прибежать, ставить угрозы. А потом уже слоны. Потому что у слонов обычно больше всего вариантов выхода. Слоны с начальной позиции нормально стреляют. Ну и другие причины. Поэтому любое нарушение каких-то базовых правил, оно наказуемо. Ну что делать черным? На Ф7-то явно надо спасать. Они играют в Ж6. Отпугивают сюда ферзя. Ну ладно. Съели на Е5. Отыграли пешку обратно. На ладью Аш8 напали. У черных снова единственный ход кони Ф6. Белые не дают им права выбора. Они каждым ходом диктуют свою инициативу. Сейчас черные хотят рокировать. Ну то есть, допустим, мы сделали рокировку, они сделали рокировку. Они уже чувствуют себя спокойнее и благополучнее. Их король ушел, ладья может стать на Е8. Нам это надо? Нет. Мы рокировку сделать в любом случае успеем. Нам нужно, чтобы они не успели. Поэтому слона 3. По сути, второе нападение на связанную фигуру, но мы привязали короля к защите слона. И теперь он не может никуда уйти. Потому что слон останется под боем. И все на этом. На самом деле у черных здесь уже наступила минута отчаяния. И непонятно, как развивать фигуры. Белым-то понятно. Белые рокируют, двигают пешки вперед, выводят коня. А им есть куда улучшаться. А черным? Ферзем ходов особо нет. Но на Д7 не в счет, потому что с Д7 все равно никуда не пойти дальше. Ферзь обязан защищать слона на поле от Е7. Рокировку не сделать. Слон потеряется. Коня никуда не убрать. Потому что там стоит связка на ладью. Перекрыться невозможно. Мы везде съедим, и все угрозы останутся. И в итоге непонятно, что делать. В партии они решили, что нужно как-то, какими-то путями, любыми попытаться согнать ферзя с поля Е5. И сыграли ладья Ф8. Ну, то есть они как бы от связки избавились. Теперь их конь стала свободным. И может куда-нибудь пойти, как и было в партии. Но сами понимаете, ходом ладья Ф8 черные навсегда обрубили себе возможность короткой рокировки. И это уже, по сути, все равно радует белых. Причем сильно. Они-то рокируют, а черные-то не могут. Ну ладно, конь Ж4, это все временно. Конь напал, ферзь ушел. А вот рокировка уже, точнее ее отсутствие, это уже вечное. Черные понимают, что сидя без материала, сидя в плохой позиции, сидя под атакой, пока еще не без материала. Это я спойлерю. В общем, чем больше фигуры белых в атаке, тем сложнее черным защищаться. Поэтому у черных проскальзывает вполне здравая мысль. Надо меняться. И они меняются. Но не учитывая то, что у черных исчезла более-менее воюющая фигура с доски, а у белых пришла еще одна фигура в бой, конь. Конь может пойти на Б5, на С4. И что еще важно, наконец-то ладьи соединились. Теперь уже ладьи могут отвоевывать линии. А у черных что? Для того, чтобы привести в бой ладью с поля Ф8, им нужно прямо вот как-то изощриться. Даже не видно таких планов. Поэтому преимущество белых в динамике материальное огромное. У них воюет 5 фигур, а у черных, ну, в лучшем случае полторы. И то, как этот конь воюет, это считается в лучшем случае за судороги, а не за полноценную игру. Ладно. Ферзь Е7. Пытаются черные убрать ферзя с линии Д. Чтобы не попасть под удар ладьей. Потом они нападают на коня А3. На пешку Е4 они не нападают, конечно. Ну, так поглядывают. Вроде бы логично, да? Нет. Нет и нет. Сильный ход за белых, это, конечно, не коня из-под срубы убрать. Это сразу атаковать. Ну, здесь, в принципе, правила сложно подвести. Здесь нужен конкретный расчет. Я конкретный расчет подсказал белым, что сильнейший слон Б5. Потому что после этого шаха у черных нет нормального способа спасения от него. Ну как? У них есть два хода. Слон Д7 и Ц6. И оба они имеют огромные минусы. Минус хода слон Д7 лежит на поверхности. Слон раньше защищал коня на поле Ж4. Теперь он связан. Поэтому коня можно забрать бесплатно. Ну, как бы минус такой. В партии сыграли Ц6. В чем минус хода Ц6? Раньше пешка с поля Ц7 полноценно защищала поле Д6. И эта диагональ как-то криво-косо, но держалась. Пешка шагнула вперед. Диагональ ослабилась. Поле Д6 уже в руках белых. И поэтому мы, конечно, слона спасать не будем, как и кого-то еще. А пойдем к конь Ц4. Ну, если черный пожадничает, мы воспользуемся ходом полем Д6 прям по максимуму. Поставим сюда коня. Напали, да? Поставим сюда ладью какую-нибудь, чтобы угрожать вскрытым шахом. Королю бежать вообще некуда. На Ц7 пойдет. Там от ферзя будет вскрытый шах. На куда-нибудь здесь останется. Там тоже от ладьи будет вскрытый шах. Так, король под матом. Слон Д7, ну, спасает, конечно, но временно. Потому что, еще раз, в динамике у белых гораздо больше фигур. Даже при условии, что у черных физически одна фигура лишняя. Съели на бассейн с шахом. Вернулись обратно. Эти поля для черного короля вообще закрыты, потому что там ферзь стреляет. Ему тоже нужно обратно возвращаться. И посмотрите. У черных нет шансов как-то позицию свою усилить, улучшить, исправить. Вообще никаких нет. Белые могут спокойно, не знаю. Ладьи по линии Д сдвоить. Пойти ладья Д4. Следующий ход будет ладья Д1. Потом слон на поле Д7 сдохнет. Причем, скорее всего, очень быстро. Им не развязаться. Черные не могут привести свои ладьи в защиту. Им некуда. Не могут убрать короля с линии Д. Им некуда. Позиция белых полностью доминирующая. Вот. Кстати, вот такие жертвы, которые не ведут к форсированному отыгрышу материала, а просто ведут к хорошей инициативной позиции, в которой, скорее всего, что-нибудь найдется и обычно находилось, это как раз именно фишка Михаила Таля. Его современники прям вот недоумевали, потому что как можно жертвовать фигуры в таких количествах и еще быть при этом чемпионом мира. Но вот уникальный человек. Так, надеюсь, вы не думали, что на этом мы все закончим, да? Потому что все-таки вариант идет. Во время партии такого ведь не было. Я забыла сказать, что это вариант. Ну, в общем. В партии, когда сыграли белые конь С4, явно намереваясь воспользоваться слабым полем Д6, черные все поняли, почувствовали, не знаю, и решили, что взятие для них не самый лучший вариант. Они сыграли ферзь Е6. С одной стороны поднапали здесь, поддержали там, с другой стороны, причем, что даже важнее, они для своего короля организовали поле Е7, чтобы после шаха конем можно было короля убрать на Е7, и конь оставался под боем, и вроде как бы продолжения мотования нет. Ну да, ну да. Непонятно, что они надеялись. Мы не торопимся ходить конем на поле Д6. Все-таки теперь он действительно перекрывает линии и не сильно полезен в атаке. Вспоминаем правило. Чем больше сильных фигур в атаке, тем сильнее атака. Класс! Тавтология погоняет тавтологией. Ну, в общем, общую мысль вы поняли. Поэтому ладья Д1. Привели ладью в бой, она сразу отнимает у короля две клеточки, сейчас здорово может в атаке. Да плевать на этого слона ты еще раз. Вот сейчас главное снова не сыграть конь Д6, сейчас бы это было вдвойне странно и глупо, потому что теперь бы он уже перекрывал дорогу не только ферзю, но и ладье. Конечно, грамотнее, пусть он стоит под двумя срубами. На любую угрозу стороны соперника у нас есть два варианта ответа. Либо мы от нее защищаемся, либо мы ставим свою угрозу более страшную. Наша угроза перевешивает, как сейчас, ферзь С7. Угроза мата ладья Д8, угроза мата ферзь Д8 и угроза выигрыша ферзя ходом конь Д6. Вроде как единственный ход за черных есть в принципе, который способен не получить мат сразу. Это слон Д7. Ну, а вот теперь же, когда наши фигуры стреляют, когда все готовы, когда ферзь пришел, никто никого не загораживает, конь Д6 шах, король Е7. И если бы мы не видели следующего хода, мы бы сюда не пошли. А мы его видим. В чем проблема? Черные стоят ужасно вообще, действительно ужасно. Но у нас не хватает линий, чтобы до них добраться. Потому что для наших фигур пока есть одна открытая линия Д, которую черные криво косы с божьей помощью, но контролируют. Ферзь Севым слоном они вцепились в эту линию Д и вот стоят насмерть. С физичной фигурой. Но по абсолютно раздолбанной позиции. Что нам нужно сделать для того, чтобы подчеркнуть эту вот неловкость позиции черных, а просто открыть еще одну линию? Две линии сразу они точно не удержат. Поэтому барабанная дробь, кони в пять шах. Ну, начнем с того, что черным делать нельзя. Черные обязаны эту жертву принимать, хотят они или не хотят. Ну, вернуться королем на поле Е8 обратно это не вариант, потому что конь уже пойдет с другой стороны с вилкой на короля и ферзя, сами понимаете. Пойти королем дальше на поле Е6 тоже не вариант. Мы ладьей забираем на Д7, мы отыграли фигуру обратно, угрожаем ходом ладья Д6 со связкой, ладья Д8 хода нет, в общем, ничего нет толком. Ну, там же Ф, ладья Д6, ферзь Д7, ферзь Д7. Ну, в общем, непонятно, куда и черными идти дальше, потому что раньше они хотя бы страдали за фигуру, а сейчас они, ну, страдают, видимо, без фигуры. Так вот, после хода кони в пять выясняется, что у черных выбора нет, собственно, и бить они обязаны, но тогда и мы бьем пешкой. Ради этого все и затевалось, чтобы белая пешка Е4 смогла с линии Е уйти, а значит, линия Е остается открытой для белой ладьи. Вот. Черные опять-таки понимают, что бить сразу ферзем на поле Ф5. Это явно зло, потому что раньше ферзь линию Д охранял, он отошел чуть подальше, линия Д освободилась. Ферзь Д6 ставит черным огромные проблемы. Ну, начнем с того, что на Д8 уходить сомнительно, потому что ферзь бьет Ф8 и ферзь бьет А8. Там с помощью копья заберут обе ладьи сразу. Если уходить на Е8, преуходит вторая ладья по линии Е, которую мы не зря открывали. Но, надеюсь, у вас не возникло такого типа «можно же просто слоном закрыться и ничего не будет». Вот если возникло, идите срочно и решайте задачки на Лечесе в ударных количествах. Если не возникло, то молодцы, конечно, ферзь Д7, мат здесь идет. Вот, собственно, о чем шла речь. А речь шла о том, что когда линия Е открылась, мы напали на ферзя, ферзя даже с этой линии убрать-то и нельзя. Это вторая причина, по которой было хорошо отдать коня на Ф5. У нас не только сильная будет ладья на поле Е1, но еще и отвлекающая пешка на Ф5. Черные попытались сделать хотя бы что-нибудь. Объективно, они тоже не дураки и понимают, что у них две лишние фигуры слон и конь. Соответственно, даже если им удастся отдать слона и коня, но поменять ферзей их позиция будет терпимая, может, даже и равной. И поэтому они, по сути, сейчас готовы на любые жертвы ради того, чтобы с доски ушли ферзи. Потому что с доски ушли ферзи, атака угасла, черные продолжают себе мирно существовать. Ладья АЦ8. Да, белые могут забрать чистую ладью. Они могут пойти ладья Ферзь С8, ладья АЦ8 и Е... и ФЕ. Получая сомнительный эншпиль две ладьи против ладьи слона и коня. Но зачем им ладья, когда на доске есть мат? Считаем форсированный вариант и бьем не глядя. Ладья АД7. Ладья АД7? Ну, конечно. Ферзь по срубам у черных по-прежнему стоит, поэтому попытки уйти вроде король Ф6, ну, наверное, просто ферзя заберем, в чем проблема. Вот. Бить уже вроде как снова обязаны. И сейчас важно. Можно сыграть, ну, скажем так, если шахматиста, более-менее знакомого с тактикой, за доску посадить, сказать, вот реши эту задачу, он в первую секунду подумает вполне конкретно о ходе ладья Е1. Ну, потому что это первая мысль. Она самая естественная. Мы хотим съесть ферзя, нам мешает черный король, мы напали на короля, король ушел, мы съели ферзя, все. Конец варианта. Если сядет шахматист за доску поопытнее, он в ту же самую первую секунду, безусловно, увидит ход ладья Е1 и увидит, что после ладья Е1 сильнейшая за черных это конь Е5, чтобы на взятие ладьей королем уйти на Ф6. Ну, давайте покажу. Типа ладья Е1 шах, король Е5, ладья бьет Е5, король Ф6. И вроде как у черных есть шанс не остаться без большого количества материала, потому что забирать ферзя уже надо, забрали ладью в ответ и ферзь борется против двух ладей не слишком уверенно выигрывая, что ли. Мата по понятным причинам нет, там король скидает, и можно не выиграть. Вот какая-то такая маленькая неточность, поспешили, не выиграли. Поэтому в партии играет таль гораздо конкретнее. Сильных шахматистов отличает аккуратность на каждом этапе партии, особенно при реализации лишнего материала. Так вот, Ф6. Грамотное, адекватное отвлечение. В чем разница? Ну, король уйдет сразу, мы заберем ферзя сразу, будет лишнего много чего интересного. А если он забирает конем, то мы идем снова в тот же самый вариант, но в отличие от предыдущей нашей ветки, ладья уже не теряется. Конь Е4, ход единственный, и ферзь Д7, ход логичный. что получается, что уже у нас лишний ферзь. За ладью. А не... Ну, сравнивайте две ветки, я думаю, вы сами все поняли, зачем я буду звучать очевидные вещи. Единственное, здесь нужно было еще немножко продолжить вариант. Ладья Д8, там вдруг у нас будет единственный ход взять на Б7, тогда бы мы сами получили мат, но понятно все, если мы внимательно относимся к угрозам соперника, то мы убираем ферзя на Ж4. Делаем форточку, и король благополучно забегает. Проблемы в последнем ряду закончились, а лишний ферзь остался. Что еще хотела сказать, я вспомнила, пока вела партию, важно об этом упомянуть. Вот здесь вот, казалось бы, ну, Ф6 там, да, забери ты королем на Ф6, и получится позиция, в которой у белых лишнее качество, какая разница, делов, то вот здесь вообще компьютер пишется, то плюс одна пешка. На самом деле, это речь идет больше о понимании позиции, чем о конкретных вариантах. Вот смотрите, сравнивая ту позицию, ферзь против двух ладей, ферзьем бороться тяжело, ферзь один, ему некому помочь, он хотя сильная фигура, но сами вы знаете, что ферзь без помощников мат не ставит. Здесь совсем другой расклад, потому что ферзю атаковать поможет ладья. Это надо просто запомнить. Если у ферзя есть помощник, хотя бы один, он прям увеличивает силы в свои в два раза, скажем так. Потому что... Да, хотя бы одна пешка, хотя бы король, хотя бы кто-нибудь. Вот боремся мы ферзем против, не знаю, ладьи и слона. Но мы редко можем выиграть прям напрямую, если не стоит адекватно. Мы пытаемся вести пешку в ферзи, помощник. Пытаемся вести пешку к королю соперника, помощник при матовании. Пытаемся вести на помощь короля, чтобы он какие-то клеточки забрал, и хотя бы кто-нибудь, как-нибудь ферзь заметно возрастает в силе. Вот. Ну ладно, черт с ним, с этим лирическим отступлением. Главное, по ходу партии вы поняли. Гамбит Эванса интересная вещь. Вести фигуры в бой нужно весело и задорно. Если конь не успел выйти на f6, мы выводим ферзя на h5. Ну да и, конечно, всегда считаем варианты. Чем дальше варианты вы считаете, тем адекватнее ваша тактика. Это все, что я хотела сказать. Хорошего вам понедельника или чего там у вас идет. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok